Уважаемые студенты, сегодняшнее наше лекционное занятие по дисциплине маркетинг посвящается теме коммуникационная политика. Изучая эту тему, мы будем рассматривать такие вопросы, как методы цели стимулирования продаж и формирования спроса, методы воздействия на покупателей и продавцов, комплекс маркетинговой коммуникации, связь с общественностью, ее сущность и реклама и средства рекламы. Рассматривая первый вопрос методы цели стимулирования продаж и формирования спроса, можно сказать, что объективная необходимость в стимулировании сбыта продукции заключена в ряде ее преимуществ, которые она предоставляет для компании. Она помогает привлекать покупателей и поддерживать приверженность к товару. По определению Американской маркетинговой ассоциации, стимулирование сбыта, маркетинговые действия, отличные от прямых продаж, рекламы и паблицити, которые стимулируют покупки конечных потребителей или эффективность деятельности посредников. Филипп Котлер дает такое определение стимулирования сбыта. Это кратковременное побуждение, поощряющее покупку или продажу товара или услуги. Целью стимулирования сбыта является поддержка, информирование и мотивация всех участников процесса сбыта для создания непрерывного потока реализации товара. Отличительные черты стимулирования сбыта – это высокая привлекательность для покупателя, кратковременный эффект воздействия, ненавязчивый характер воздействия, разнообразие приемов и средств воздействия. Фосстис – это формирование спроса и стимулирование сбыта. То есть это действие направлено на увеличение продаж путем активного привлечения к этому процессу покупателей, посредников и поставщиков с использованием различного рода побудительных мер в определенный период времени. К средствам стимулирования продаж для покупателей относятся образцы на пробу, торговые скидки, игры, премии, распродажи и конкурсы. Система Фосстис позволяет решить основную функцию маркетинга, функцию продвижения товара потребителю и привлечения потребителя к товару и фирме. В системе формирования спроса и стимулирования сбыта проявляется сущность маркетинга, как философия бизнеса и методология. Знания Фосстис позволяют управлять потребительским поведением. На схеме вы видите взаимосвязь товара и потребителя. Механизм системы Фосстис вы видите на слайде. Формирование спроса – это контактная информационная часть Фосстис, направленная на преодоление барьера отчужденности потребителя. Мероприятия, выражаемые Фос, обращены к потенциальному покупателю, они знакомят его с новым, только вводимым на рынок товаром. Цель – создание в сознании потенциальных клиентов образа товара и убеждение их в том, что именно этот товар лучше всего удовлетворяет данную потребность. Стимулирование спроса – это коммерческая часть Фосстис, направленная на получение прибыли от активной сбытовой деятельности. Мероприятие по стимулированию сбыта содействует расширению продажи товаров, уже не считающихся новинками. Задача – побудить к повторным покупкам, а также в соответствии с жизненным циклом товара на рынке и ценовой политикой предприятия, распространить товар среди новых покупателей, завоевывая всю большую долю рынка. Методы стимулирования сбыта вы видите на слайде. Это содействие производителю, содействие посредникам, содействие потребителю. На слайде вы видите мероприятие по содействию производителю. Главная цель этого мероприятия – это увеличение объема сбыта путем стимулирования собственных внутренних и внешних служб фирмы, поощрение наиболее активных и производительных сотрудников, мотивирование труда руководителей этих служб, активизация процесса внутреннего и внешнего бенчмаркетинга между сотрудниками, функции которых вводят продвижение товара. На слайде вы видите мероприятие по содействию посредникам. Главная цель проведения этого мероприятия – это поощрение роста объема продаж, стимулирование максимализации объема партии товара при формировании заказов и оформлении договоров на поставку, поощрение передовым опытом в реализации товара, снижение колебаний во времени при поступлении заказов от посредников. На слайде вы видите мероприятие по содействию потребителю. Главная цель проведения этого мероприятия – это ознакомление потребителей с новыми товарами, убеждение потребителей сделать покупку, увеличение товарной массы, покупаемой одним посетителем или заказчиком, поощрение непрерывности покупок, снижение сезонной неравномерности приобретения товара. На следующем слайде приводятся сильные и слабые стороны системы стимулирования сбыта. Следующий наш вопрос – это комплекс маркетинговой коммуникации. Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы, на основе обоснованной стратегии использования комплекса коммуникативных средств, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижения на рынке с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. Целью любого продавца – это овладеть вниманием потенциального покупателя, а значит выйти победителем из конкурентной борьбы. Убеждение покупателя в том, что приобретение именно данного товара выгодно и целесообразно, осуществляется различными методами. Это стимулирование сбыта, рекламными посланиями, прямыми продажами, формированием общественного мнения. Основные средства воздействия в комплексе маркетинговой коммуникации вы видите на слайде. На слайде вы видите основные направления коммуникативной политики. Коммуникативная политика делится на межличностные коммуникации и неличностные коммуникации. Межличностные коммуникации – это формирование персонала, мотивация, организация продажи и обучения персонала, управление спросом, работа с потенциальными потребителями, контроль взаимодействия и результатов. Неличностные коммуникации – это программа разработки и размещения рекламы, программа рекламного сопровождения продажи, программа пиар, программа спонсирования и продажи, реклама имиджа. Функциями коммуникативной политики являются контроль норм поведения, как общечеловеческих, так и производственных, в соответствии со структурой организации. Мотивация работников в соответствии с целями организации, их отклика с помощью обратной связи на поощрение желаемого поведения, обеспечение информации для принятия решения и учет эмоционального состояния работников. На слайде вы видите направление коммуникации. Это коммуникация с поставщиками, коммуникация с посредниками, коммуникация в системе фирмы-конкурент и внутрифирменные коммуникации. На слайде вы видите процесс маркетинговой коммуникации. Знания коммуникативного процесса дают возможность менеджерам устанавливать более точные коммуникации и принимать эффективные решения в отношениях как со своими подчиненными, так и с внешним окружением для достижения поставленных целей. На слайде вы видите виды каналов коммуникации. Средства осуществления коммуникации, медиа или каналы коммуникации – это совокупность средств передачи коммуникации и средств представления содержания объекта коммуникации, передаваемой информацией. На этом слайде вы видите медиа как средство передачи сообщения. А на следующем слайде вы видите медиа как средство предоставления содержания сообщения. На следующем слайде вы видите структуру комплекса маркетинговых коммуникаций, где коммуникативный микс состоит из коммуникации по поводу разработки, создания, совершенствования товара и его поведения на рынке. А он в свою очередь состоит из общения, взаимодействия по внутренней среде, из общения, взаимодействия во внешней среде, мотивации, контроль обратных связей. И следующие коммуникации по поводу продвижения товара. Это реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, паблик рележенс, прямой маркетинг и спонсорсинг. Следующий наш вопрос – это связь с общественностью, ее сущность. На слайде дается определение паблик рележенс. Эта работа по организации в связи с общественностью направлена на формирование и поддержание благоприятного имиджа фирмы, на убеждение общественности в необходимости деятельности фирмы и ее благотворном влиянии на жизнь общества. Паблик рележенс следует рассматривать как управленческую функцию, посредством которой формируется и оценивается мнение общественности. Политика и тактика организации соотносятся с общественными интересами, а также реализуется программа действия в целях завоевания признания фирмы. В большинстве случаев паблик рележенс целенаправленные усилия по формированию имиджа компании. При этом ожидается, что положительные впечатления о самой компании скажутся на выборе в пользу ее товара. По причине характера цели связи с общественностью и наличие целевой группы связи с общественностью считаются частью маркетингово-коммуникационного комплекса. Под общественностью понимается целевая аудитория, которая состоит из лидеров общественного мнения, представителей властных структур, политических движений и сотрудников СМИ. Различают связи с общественностью как корпоративные связи. Они охватывают все виды деятельности предприятия, имея более широкое значение. И маркетинговые связи. Они акцентированы на конкретных аудиториях. Они направлены на создание среды, в которой маркетинговые усилия могут быть наиболее успешными. Инструментами являются рекламы, пропаганда, спонсорство и имидж. Отличительными чертами пиар являются широкий охват потенциальных покупателей, долгосрочный характер воздействия и обеспечение покупателей достоверной информации о деятельности фирмы. Сильные и слабые стороны системы Public Relations вы видите на слайде. Достоинствами являются обеспечение покупателей достоверной представительной информации, более эффективное восприятие покупателями, широкий охват потенциальных покупателей, незначительные потери по охвату аудитории, возможность эффективного представления товаров и фирмы, возможность коммуникации с использованием различных медиа и средства массовой информации и долгосрочность. Недостатками являются эпизодичный характер коммуникации, сосредоточение главного внимания не на потребительских характеристиках товара и деятельности фирмы, а на общих вопросах становления и развития рынка. Следующий наш вопрос – реклама и средства рекламы. По латыни реклама – это выкрикивание, это передача информации о товарах, услугах или идеях, определение Американской ассоциации маркетинга. Реклама – любая платная форма неличного предложения и представления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора. Цель рекламы – это привлечение потребителей, создание спроса и популяризации. На слайде вы видите виды рекламы в зависимости от задач, на решение которой направлена рекламная деятельность. Здесь реклама делится на имидж рекламу, на стимулирующую рекламу и рекламу стабильности. Виды рекламы в зависимости от объекта воздействия – это реклама потребительская, деловая, то есть профессиональная и смешанная. Виды рекламы в зависимости от используемых средств, то есть по каналам передачи информации, делятся на телевизионную, радиорекламу, печатную и почтовую, наружную, транспортную, сувенирную и интернет-рекламу. Достоинствами рекламы являются охват территориально распределенного рынка, информирование потребителей о характеристиках товара и фирмы, хорошая интегративность в систему комплекса маркетинговых коммуникаций, мобильность, невысокие удельные затраты, приходящие на одного потенциального покупателя и возможность корректировки во времени. Недостатками являются – это отсутствие или слабая обратная связь, значительные потери по отношению к результативности охвата потенциальных покупателей, достаточно высокие общие расходы, невозможность индивидуального подхода, личного контакта с покупателями. В конце лекционного занятия приводятся контрольные вопросы, которые вы можете использовать для повторения пройденного материала. Спасибо за внимание!